Друзья, всем привет! У меня в мастерской есть инструмент, которым я почти не пользуюсь. Это Интерскол ДУ-750ЭР, электродрель. Я не пользуюсь этим инструментом по той причине, что он очень тяжелый и очень неудобный. Но у этого инструмента есть одно неоспоримое достоинство. Это серьезный такой надежный инструмент, по-настоящему надежный инструмент и мощный инструмент. И вот я решил дать ему вторую жизнь, использовать его и решил использовать его в качестве привода для разных приспособлений. Я планирую три приспособления. Сегодня я вам покажу шлифовальный станок барабанного типа. В качестве привода будет использоваться вот эта дрель. Ну и потом у меня есть кое-какие еще планы, поэтому подписывайтесь на канал, смотрите, что я сделаю дальше из этой дрели. Еще я несколько решил изменить формат подобных видео и буду показывать только само приспособление, как оно устроено и как оно работает. Ну, показывать довольно подробно и не показывать сам процесс изготовления. Почему? Потому что очень много я уже подобных видео снимал и многие операции просто таки однотипные. И снимать как бы одно и то же мне уже просто скучно, неинтересно. Я думаю, что неинтересно это и вам, тем, кто является моими постоянными зрителями. Показываю с разных ракурсов. Сейчас я ее разберу и потом соберу на ваших глазах и покажу основные конструктивные особенности. Основной моей задачей при изготовлении этого приспособления это было сделать так, чтобы эту дрель можно было вытащить очень быстро и поставить на какое-то другое приспособление, потому что это лишь привод. Сейчас вам покажу, как это все разбирается. Все, вот в течение буквально 15 секунд дрель полностью отсюда вынимается и примерно то же время нужно потратить, чтобы ее в это приспособление поставить. Сам барабан у меня надевается вот на такой болт М10. Самый длинный болт, какой я нашел. Я уже не помню, какая у него была длина, но в любом случае я его потом немного подрезал болгаркой. И вот так этот барабан вынимается. Я сегодня время не буду посвящать конструкции этого барабана. Если вам интересно, я сниму отдельное видео, как этот барабан можно сделать. И самое главное, как закрепить здесь наждачную бумагу, способ моего закрепления здесь. И самое главное сделать этот барабан так, чтобы он был перпендикулярен вот этой платформе, был ровный и перпендикулярно этой платформе для того, чтобы мы могли делать любые заготовки, которые мы будем обтачивать, чтобы у них здесь был прямой угол. Это крайне важно в нашей работе. Здесь у меня состоит из двух платформ. Нижний из фанеры 12 миллиметров и верхний из куска старого ДСП от какой-то стенки еще советской шпанированной. То есть вот эта платформа, она прикручивается к нижней платформе. Вот так. Здесь у меня еще стоят вот такие войлочные уплотнители. Я их пропитал резиновым клеем для того, чтобы это все не скользило по верстаку. И также они еще забирают на себя определенную часть вибраций. Откручиваю вот эту платформу. Так вот я открутил верхнюю платформу от нижней. Здесь у меня болт. Сейчас все это дело покажу подробнее. Вот так все это выглядит. Теперь вынимаю этот болт. Снимаю эту платформу. Здесь у меня стоит подшипник. Подшипник я сюда, можно сказать, впрессовал. Засверлил отверстие сюда диаметром чуть меньшим, чем внешний диаметр подшипника. Я чуть-чуть расточил наждачной бумагой и аккуратно туда забил этот подшипник молотком. Подшипник я поставил 6000 RS. Подшипник очень дешевый. Есть практически везде. Стоит 25-30 рублей. Никакой проблемы нет его заменить. Но самое главное, что он пылезащищенный. Сама вот эта стойка у меня прикручена к этой платформе из фанеры на четырех саморезах. То есть, как видите, вся эта конструкция полностью разборная и абсолютно ремонтопригодная. В случае чего. Здесь у меня основная стойка. Сделал я из соснового бруса, довольно толстого. И сюда подклеил вот такие косынки. Тоже из довольно толстой фанеры. Это для того, чтобы это все стояло довольно устойчиво и никуда не заваливалось. То же самое здесь. Но здесь я откручивать уже не буду. Я думаю, и так все понятно. Вот то же самое на четырех саморезах. А здесь я прикрутил. И также здесь подклеены косынки. То есть, вот эту часть тоже она откручивается. То есть, здесь получается вот эта одна часть монолитная с подклеенными вот этими косынками. И вот эта вот часть монолитная с подклеенными косынками. Вот так. теперь беру сам болт вставляю его этот подшипник здесь как вы видите этот болт я немного обрезал но не немного довольно таки сильно обрезал срезал у него головку для того чтобы отсюда он не торчал вот отсюда вставляю вот так и здесь контрагаю при помощи еще одной гайки я ее тоже кстати обрезал принципе можно этого было и наверное не делать но я так сделал на всякий случай закручиваю все это дело контрагаю так все вот так у меня в подшипнике теперь вращается этот болт теперь ставлю на место эту стойку то есть просто прикручиваю вот этими саморезами потом вот этот вот элемент куда непосредственно вставлять сама дрель распилил на стационарной циркулярной пили сделал такой пропил довольно широкий и здесь у меня вкручивается болт вкручивается болт и за счет того что он меня вкручивается вот это вот как вы видите сжимает так сжимает в другую сторону соответственно разжимает здесь у меня врезана вот такая футерка соответственно отсюда проходит болт и он здесь вставляется в резьбу вот этой футерки конструкция предельно простая здесь подклеены косынки тоже из толстой фанеры самое главное чтобы этих косынок здесь был прямой угол потому что соответственно тогда вот здесь тоже у нас получается прямой угол также вот здесь я сделал такой стамески просто такой вырез для чего для того чтобы сюда просто вставлялась рукоятка этой дрели ну данных конкретной дрели понятное дело что у каждой дрели будет своя конструкция рукоятки свой дизайн рукоятки здесь уже надо смотреть по тому как сделана рукоятка ну в общем после того как все это дело я закручу сидит этот рельс здесь довольно плотно теперь для чего я поставил сюда вторую платформу ну во первых для жесткости естественно она довольно толстая и в комбинации с 12 миллиметровой фанерой уже дает приличную жесткость это все конструкции но есть еще более важно здесь момент вот смотрите если я что вот так барабан соответственно у него здесь вот такое получается прогалок примерно миллиметров 78 вот здесь и то есть любой деталь которую я буду обрабатывать она будет обрабатываться не полностью поэтому мне нужно было поднять вот эту платформу чтобы вот это на этот барабан он был как бы утоплен в нее и вот я не придумал ничего лучше чем сделать еще один такой дополнительной платформы тем более это сделать было очень очень просто прикручиваю теперь платформу все устройство полностью готов к работе все теперь перу этот барабан вставляю его на этот болт и закручиваю как я уже говорил если будут комментарии я сниму видео где расскажу как сделать вот подобный барабан как закрепить на нем наждачную бумагу это тоже очень важно на дальше просто контрагаю все это тело теперь ставлю сюда дрель затягиваю ну и теперь затягиваю вот этот болт все приспособление полностью готово к работе ну а сама вот эту дрель я планирую использовать в качестве привода для других своих приспособлений